Краткосрочный или долгосрочный кредит? Латкредит предлагает оба до 500 евро на срок до 30 дней или до 1000 евро до 12 месяцев. Зайди на латкредит.лв и получи решение в течение 15 минут. В гости студии у нас сегодня председатель Латвийского союза свободных профсоюзов Эггелс Балдзенс. Доброе утро. Доброе утро. Да, доброе утро. Вот мы знаем, что достигнут такое генеральное соглашение с представителями строительной отрасли, с работодателями. Многие воспринимают это как такой важный сигнал позитивный, что все-таки позволит повысить, зафиксировать какую-то достойную заработную плату в этой отрасли. Все официально поможет бороться с теневой экономикой. Вот все-таки ваша информация, о чем свидетельствует, можно ли ожидать таких вот генеральных соглашений и с представителями других отраслей. И, может быть, мы тоже пойдем вот по примеру многих стран, где это вообще вполне нормальное явление, там, не знаю, во Франции и в других странах. Ну, конечно, я хотел бы подчеркнуть, что с моей точки зрения именно такое направление очень перспективно. И действительно с нами уже несколько представителей отрасли переговорили, что они желают взаимно консультироваться на такие возможности в других отраслях. Например, это охрана такая, раз, это гостиничный, скажем, бизнес. Это, конечно, и с точки зрения профсоюза мы несколько раз предлагали именно пассажирским перевозчикам на автомобилях, то есть автобусов, это тоже. И здесь было больше необходимости просто, чтобы государство шло нам на встречу. Так что такие сигналы имеются, но самое главное – это то, чтобы был, скажем, хороший результат именно в области строительства, чтобы мы достигли того уровня, который есть, необходим для того, чтобы он был общообязательный для всех работодателей. И довольно много мы здесь потрудились. За короткое время, честно скажу, что очень усердно вместе с Буузни, моим партнером Рейба, Байба Фромана, и приятно было, что достигли и такие соглашения насчет того, как если есть какие-то близкие отрасли, например, энергостроители, или строители телекоммуникаций, или, скажем, строители железных дорог, как тогда будет их вопрос и права решаться, когда у них, например, в одном коллективном договоре такое заключено, а здесь уже что-то другое. Но это тоже мы решили, что в любом варианте будет наиболее благоприятная норма для работника. И тем самым основные вот такие вещи решили, я думаю, что до начала июня уже будут более лучшие какие-то результаты, или в крайнем случае до июля мы сделаем то, чтобы этот договор стал общообязательным для всех работодателей. Тем самым мы выходим на новый уровень поменяли зарплаты. Профсоюзы всегда говорили, что очень трудно для разных отраслей определить минимальную зарплату, которая годится для всех отраслей, да, потому что они все-таки довольно разные, если посмотреть там программиста и посмотреть, скажем, строителя и продавца, там все-таки разница есть. Тем самым мы идем на то, что не столько на сторону, чтобы все заказать и ждать положительный результат для каждой отрасли от государства, парламента, кабинета министров, а, ну, стараться как-то сами уже с работодателями договориться на общие такие признанные и, ну, скажем, взаимно выгодные условия именно у работодателя и у работника. Это, по-моему, возможно. У нас были очень жаркие споры. Я могу честно сказать, что когда были наши членские организации, у нас 21 членская организация СССР в Латвии, юристы и руководители наших отраслей спорили, как правильно сделать, потому что было и предложение, которое тоже важно, что если есть такая договоренность и повышается серьезно минимальная зарплата отрасли, то можно и снизить приплату за сверхурочные. Но точка зрения, которую я предлагал и которую, в принципе, приняли коллеги и считали, что наверняка в конце концов, после жарких споров, это так, что, в принципе, если есть серьезный рост минимальной зарплаты отрасли, если повышается в целом зарплата, то не важно, что немножко что-то уменьшается в какой-то приплате. Ну, скажем, это, то есть один фрагмент не означает весь этот комплекс влияния. Тем самым мы к этому пришли, и это была такая основа для того, чтобы договориться. Но решает этот вопрос не, например, союз свободных, профсоюзных, но конкретная отраслевая профсоюзная организация. То есть они решают, они знают наиболее хорошо свою ситуацию и могут на встречу идти, например, 50, 70, 60, 80, как договориться с работодателями. Ну, а как вы думаете на деле? Мы знаем, что часто бывает, что изначально о чем-то договариваются, и вроде соглашения подписаны, но потом на деле, ну, мало что, все равно меняется. Ну, во-первых, надо учитывать, что уже теперь есть учет рабочего времени, и, по крайней мере, строительстве, когда мы смотрим на большие заказы, это начиная с миллиона, этот потолок можно постепенно снижать, и это надо, конечно. Тем самым и есть интерес у работодателя. Вы понимаете, что, например, в строительстве довольно часто бывает сезонный такой характер, это раз, в другом варианте, например, я прихожу на работу, а там ливень, да, работать невозможно, если это не в помещениях. Тем самым, учитывая вот все эти обстоятельства, конечно, все время говорить, что только сверхурочные и так далее, и 100% иногда бывает довольно трудно здесь. Ну, мы эту позицию держали, считаем очень правильной, потому что, с нашей точки зрения, зарплата Латвии должна быть гораздо выше, но, учитывая вот такой рост зарплаты, который будет сначала для минимальной зарплаты, и оно будет влиять для всей вот этой шкалы зарплат, в отрасли. Это, в принципе, хорошее решение. И могу сказать честно, что наши коллеги, эксперты профсоюзные поехали таким состроителем Швеции, которые в свое время воевали с Лавалом, латвическим предприятием, да, и они тоже сказали, что вот то, что мы делаем, это правильный метод, направление, что именно профсоюз и работодатель договариваются на такие, даже на сверхурочные. Так что, если Бигнат сказал, который в свое время очень воевал, даже с нами говорил, что что-то мы там неправильно оценили, мы в свое время говорили им, что, например, мы не можем конкурировать просто зарплатой. Если наши работники приезжают в Швецию, там надо какие-то помещения, какие командировки, мы говорили, если вы хотите, чтобы мы как-то честно конкурировали, там, по крайней мере, издержки на рабочую силу должны быть одинаковые, но не зарплаты, потому что у нас всегда будет дороже привести, там, обеспечить каким-то проживанием, но тогда нас очень выругали, но теперь они считают, что вот очень правильно мы поступили. Но если такой строгий обычно профсоюз, как Бигнат сказал, что мы на правильном пути, я считаю, что это действительно так, но мы, конечно, без них это решение приняли, и потом уже консультировались наши эксперты и говорили, ну как вы считаете, вот это не ересь? Нет, не ересь. 6-7-2-12-93-9, 6-7-2-13-93-9, можете звонить, задавать свои вопросы. Да, пока мы взял звонок, но, видимо, это уже во второй части. Все-таки хотел вас спросить, как вы оцениваете, вот люди, по крайней мере, вот наемные работники, не знаю, в последнее время начали понимать, что профсоюз – это сила, и от них тоже что-то зависит, насколько силен будет профсоюз, потому что у нас уже так годами сложился такой стереотип, что профсоюзы слабые, они ничего не могут, они должны нас куда-то выводить. Ну, это потребительское отношение, оно понятно, потому что люди довольно часто работают в разных предприятиях, где сила профсоюза, там, где побольше предприятий, большие предприятия, там наша сила. Железная дорога, Латвия Энерго, да, Валмерис, Тиклыштер, Латвия, Синерис, а когда там работников 10-15, то это уже немножко спорный вопрос, если нет конфликтов, если отношения слажены, может и не обязательно быть там всем работникам членов профсоюза, да. Это такая вещь, которая всегда зависит от того, какое направление, какой климат в фирме и так далее. Мы не говорим, что всегда и везде надо обязательно быть всем работникам членов профсоюза, но, конечно, с нашей точки зрения это желательно, потому что профсоюз это как полис, который работает и защищает, если что-то не так, если какая несправедливость возникает, но, конечно, это же выборы работников. Например, в здравоохранении у нас много профсоюзных членов, да, но в том числе, как мы сделаем повышение, так сразу отплыв немножко. Повышение зарплат, отплыв, потому что люди посмотрели, о, теперь мы больше, а членский износ 1% побольше, а если посмотреть 12 месяцев, сколько, о, я могу съездить, например, да, где-то, скажем, по Лангу, да, вот где-то. Ну, вот такие вопросы бывают, конечно, но самое главное это то, и чтобы что-то видоизменять в своем коллективе, в своем фирме, конечно, надо, чтобы было интересы работника представлены, скажем, ну, на уровне возможностей работодателя, чтобы это были одинаковые условия представительства интересов. Мы продолжим разговор после перерыва на новости рекламу. Да, продолжаем работу в прямом эфире. Напомню, у нас председатель Латвийского союзовного союза Эггелс Баузенс в студии. Вот очень важные, конечно, две сферы – здравоохранение и образование. Наверное, сейчас образование даже, может быть, выходит на первый план в свете бесконечных попыток Министерства образования что-то оптимизировать и в провинции, и в городах. Вот насколько здесь профсоюзы могут быть активны, насколько они вообще задействованы, и насколько Министерство образования и господин Шадовский сприслушиваются, потому что звучат разные такие, ну, почти похожие на шантаж заявления, что, смотрите, если вы не оптимизируетесь, то есть не сократите школы, то повышения заработной платы не будет и так далее. Но мы против этой установки. Конечно, мы понимаем, что если бюджетные вопросы не решать, то, в принципе, и серьезных положительных перемен в системе образования в государстве в целом не будет. Но это одна из таких вещей, почему мы продвигали эту мысль о генеральном соглашении, потому что это генеральное соглашение, в принципе, уменьшает теневую экономику, повышает, скажем, налоговые платежи государственную казну, самоуправленческую казну и социальную казну. В принципе, это один из таких источников, который дает дополнительные возможности для государства, самоуправления, социального бюджета решать некоторые вопросы, которые без этого трудно решать. Вот этот вариант, что, в принципе, это означает дополнительные возможности, очень важен для нас, потому что мы знаем, что для здравоохранения в следующем бюджете будет очень трудно достичь те цифры, которые предполагаются как необходимые, чтобы достичь 4% валу национального продукта от государства для здравоохранения в 2020 году. Вот этот вопрос тоже очень важный. Так что мы стараемся это как-то решить и направить со своей стороны дополнительные возможности. Мы знаем, что в сфере коммерческих интересов, банков, например, у нас будет некоторый спад, который тоже будет влиять. Но даже посмотреть на то, как определились первые четверть этого года по сравнению с другими Европейскими союза странами, ну вот и сравнение было около 20 стран, то у нас был самый высокий рост валу национального продукта, 5,2% по сравнению с прошлым годом. Вы активно боретесь за уменьшение теневой экономики, в том числе, насколько с правительством легко или тяжело говорить, обсуждать, потому что, в общем-то, задача как бы одна, но почему-то борьба все время происходит. Но борьба происходит, и это честно, например, мы почти сделали, с моей точки зрения, ну, извините, такая не очень-то скромная, да, что, например, реформа налоговой политики, мы когда предлагали свое решение, мы делали и так, чтобы посмотрели, ну, какие там, скажем, не только наши цели, но какие необходимости, нужды обязательны для самоуправления. Но это самое главное. Если функции не уменьшаются в самоуправлении, чтобы финансирование не сохранялось на данном уровне, это мы сразу предлагали, когда выдвигали свои предложения насчет реформы налоговой политики. Второе. Когда мы посмотрели в сторону работодателя, мы посмотрели, конечно, с нашей точки зрения работники имеют гораздо больше налоговый, скажем, груза на наши доходы. И сегодня я могу честно сказать, что мы имеем где-то 9,4% больше, чем работники в Эстонии или Литве в налоговое время. То есть при одинаковой брутозарплате нашей на этой зарплаты будет меньше. Ну и все, это учитывая, мы предлагали сразу, чтобы капиталу и труду было приравнено доходный налог, и тем самым выйти на 20%. У нас было 23%, у них было 10%, и теперь мы как будто вышли уже 20%. И вот такими вариантами старались продвинуть. Но что мы учитывали? Учитывали то, что если они не делают инвестиции, технологии, оборудование, улучшение условий труда для работников, тогда никаких налогов для этого. Эта сторона была так, которая привлекательна была и работодателям. И учитывая, что у больших предприятий, например, есть еще обязательства перед коммерческими банками, мы согласились, чтобы у них был переходный период на 2 года, если, например, приняли закон в конце октября, то с 1 января очень трудно как-то поменять ситуацию своими обязательствами перед коммерческими банками. Надо какой-то период. На это Финьер, Валмир, Стыклош, Семекс, другие большие предприятия, которые были бы в определенных сложных отношениях, если все было просто прямолинейно. Если говорить про налоговую реформу, как увеличение минимальной зарплаты повлияло? Вы сказали о том, что все равно... Это повлияло положительно, конечно. Ну, например, посмотрим. Минимальная зарплата даже больше могла бы быть. Но здесь самое главное было посмотреть, чтобы издержки повышения заработной платы не легли просто на 100% на работодателя. Надо же распределить эти издержки на, скажем, работодателя, самоуправление и государство. Вот это точки зрения, которую мы пропагандировали, что, в принципе, надо учитывать вот этот опыт. Эстония, с этой стороны, конечно, он положительный, что они все время, не облагая минимум, повышали, послабление, это улучшает ситуацию работодателя. Но с другой стороны, минимальная зарплата. И с серьезными цифрами каждый год. Кроме одного там года, например, когда была жесткая кризис, они притормозили серьезно. Они это делали сообща, и самое главное, работодатель уже знал по графику, но если не будет чего-то серьезного, будет примерно так. И он знает это уже год назад, то есть заранее он может планировать свои действия. Это не какая-то новость, сенсация и так далее. 6-7-2-12-93-9, 6-7-2-13-93-9, председатель Латвийского союза свободных профсоюзов, Эгелс Балдзенс, сегодня у нас в студии. Знаем мы, что прогнозировали кризис, в общем-то говорили о том, что в связи с ситуацией в банковском секторе, конкретно с АБЛВ-банк, и сейчас в общем банк склоняет к тому, что надо менять им как-то модели, и никто не скрывает, что, возможно, часть банков или финансовых учреждений как-то придется им сокращать или сокращать персонал, или вообще закрываться. Чувствуете ли вы увеличение членов профсоюзов именно из банковского сектора? Ну, честно скажу, что у нас в данный момент есть сотрудничество с профсоюзом и в банковской сфере, но такого сильного представительства в банковской сфере у нас нет союза свободных профсоюзов. Здесь несколько таких отдельных независимых профсоюзов, например, Унебанка, СЭП, то есть, извините, СЭП, и даже Светбанка, там есть, но у нас есть только несколько таких небольших групп членов у них, своих, по отраслевым, так что мы так жестко не чувствуем, но мы считаем, что, конечно, вот те процессы, которые протекали и, скажем, стороны, конечно, американской стороны, которая надавила на наши коммерческие банки, были, ну, с одной стороны, понятно, если там Северная Корея такими, скажем, жесткими объяснениями там идет насчет того, что они готовы, там, в свое время сказали, что, если надо, они дадут Америке прикурить. Это страшно, конечно, подумать, потому что, самое главное, если такой конфликт хотя бы в одном месте начинается, он может распространяться и быть целые ответные меры, и, я думаю, никто из нас не хочет, чтобы какая-то ядерная зима настала на нашей планете, потому что у каких-то там президентов не то самое хорошее взаимоповнимание. Да, точно. Вот, возвращаясь к Латвии, мы знаем, что действует трехсторонний совет, это правительство, конфедерация работодателей и союз своего рода профсоюзов. Ну, наверное, у каждого свое мнение по поводу этого сотрудничества, наверное, работодатели, я слышал, говорят, что, ну, да, правительство идет, особенно перед выборами, на поводу у профсоюзов, наемных работников больше, в свою очередь, наверное, профсоюзы считают, что на правительство сильно давят вот все-таки работодатели, многие из них довольно крупные налогоплательщики и партии поддерживают. Все-таки, вот говоря об этом трехстороннем совете, насколько власти вообще прислушиваются к профсоюзу или вот те протоколы, которые вы подписываете, зачастую не исполняются? Ну, я могу сказать так, что в этом вопросе мы некоторые, ну, скажем, более лучшие результаты достигли. И самое главное было то, что мы все-таки договорились, что до трехстороннего, ну, я могу назвать его центрального, кабинета министров, их члены участвуют, работодатели, и мы, отраслевые профсоюзы и союз свободных профсоюзов, мы их договорились, что до начала, скажем, этой заседания мы в предыдущий вечер встречаемся. Если, например, есть здравоохранение, то Валдис Керрис, да, приходит, и приходит министр здравоохранения, и премьер, и работодатели, мы там уже, ну, просто за круглым столом выясняем аргументы друг друга, слушаем, что рационально, например, стороны профсоюза, что от министерства финансов надо все-таки принять сведения, да, и так далее, и тогда уже сокращается вот это поле битвы, да, то есть мы уже более ясно знаем, и нет так, что кто-то уже занял позицию перед журналистом и телевидением ради, и потом уже поменять не может, он должен показать свою позицию твердую, и так далее, и так далее. Мы вот это сделали, и поэтому некоторые все-таки результаты окончили гораздо более лучшим результатом, чем прежде, когда просто мы знали, что такие консультации ведутся между работодателем и правительством. Мы сделали, чтобы и эти консультации до этого были трехсторонние. Это улучшает ситуацию, я могу сказать честно, что если мы это бы не делали, то в какой-то мере, наверняка, насчет здравоохранения там несколько раз, когда мы все-таки пришли к такому трудному результату, наверняка, там был скандал и выход из кабинета министров демонстративных, профсоюзных лидеров, но самое лучшее все-таки то, что, например, есть эти большие дополнительные деньги для здравоохранения, в том числе, конечно, для зарплат учителей и педагогов, все-таки мы это добились вместе, увеличением минимальной зарплаты, вместе, ростом послаблений на еждевенца, вместе с ростом не облагаю минимума подоходного налога, но это довольно трудная задача была, но и, конечно, мы должны впредь думать, и мы понимаем, что каждый год, наверняка, не достигнем такие результаты, но поэтому мы, например, предлагаем развить систему кол-договоров, их, скажем, налоговых послаблений, это тоже будет, но и генеральные соглашения, другой вариант, потому что, если уже правительство придумало, что если уже три года не будут менять минимальную зарплату, значит, профсоюзы придумали, что надо через генеральные соглашения это повышать, ну, примерно так, другим путем, обходным, да. Вы сказали о том, что другого такого года может не быть, ощущаете ли вы, что этот год предвыборный, что как-то легче говорить и договариваться, и легче к каким-то соглашениям приходить? Ну, конечно, немножко легче, но, честно говоря, трудности большие, потому что, например, то, что уже нам по программе заложено для здравоохранения, чтобы достичь вот эти 4% овала национального продукта и роста и заработных плат для медиков, это очень большие цифры, и тем самым мы должны очень реалистически подходить, чтобы не говорили, что просто, ну, правительство, давайте деньги, давайте, но надо думать, чтобы как-то дополнительные деньги тоже шли, поэтому теневая экономика, ее, ну, такая целенаправленная уменьшение и дополнение вот всех бюджетов социального государства на самоуправлении очень важны для возможности решить эти проблемы. Если мы просто потребительски будем все время смотреть в сторону правительства, что мы будем требовать, а вы будете подавать, ну, это не будет вся система ресторана с официантом. Ну, вообще получается, что, в общем-то, сами члены профсоюзов, то есть, люди, которые работают в этой сфере, и они за то, чтобы теневой экономики не было, и они за прозрачность выступают. Точно, да, именно так. хотят люди официально все-таки получать, ну, может быть, это иногда меньше, чуть-чуть, чем они получают в конвертах, но официально. Ну, это и, скажем, пенсии вопрос, это больничный вопрос, это различные, скажем, когда какие-то плохие ситуации, когда способи, там, по инвалидности или что-то, сразу урежается это, и тем самым люди хотят социальные гарантии. То есть, все-таки думают широко? Ну, я думаю, что да, но, может, молодежь еще не привыкла думать в долговременную перспективе, но, в принципе, мы считаем, что рано или поздно они тоже будут, где-то уже 30 лет будет, уже будет думать, что, ну, хорошо, так было до сегодняшнего дня, но впереди-то надо что-то менять. Вот такая тема, которая сейчас становится, нет, давайте все-таки примем звонок, одевайте, пожалуйста, наушники, 6212939, ждем звонка, а да, вот есть звонок, доброе утро, слушаем вас, пожалуйста. Доброе утро. Да, пожалуйста, слушаем вас. Сталкивался с профсоюзами, значит, на предприятии директора профсоюза была жена, директора предприятия, далее, когда этого директора убрали, руководителя профсоюза, потом стал начальник отдела кадров, и люди, которые приходили на работу, они поначалу вообще даже не представляли, что есть на предприятии профсоюз, потому что это была такая тайная организация, куда, в принципе, брали только своих. На другом предприятии сталкивался тоже с идеей профсоюза, но руководство говорило, ни в коем случае, и пригрозило, что тот, кто будет в профсоюзе, того будут сразу увольнять. Значит, сам пытался несколько раз, разов пять, он находил в вашу контора, ходил туда и по другим конторам, пытался вступить в профсоюз, да, столько требований, во-первых, там, чтобы два человека было на фирме без этого, а безработных вообще не принимают, да, и главное, что если ты вступил в профсоюз, то сразу за тебя никто не будет заступаться, надо, чтобы прошло три месяца, то есть, те взносы, которые ты даешь, это просто они затремятся накопаться, и все равно, что ты в профсоюзе, и все равно, что ты обратись в суд. Понятно, да, спасибо, извините, я сегодня же не вас прерываю, в принципе, вопрос понять, у нас мало времени, что мы в гости покомментировали. Да, ну, я на встречу, конечно, бывают желтые профсоюзы, которые не решают в целом проблемы, скажем, работников на данном предприятии и учреждения, но решают какие-то узкие группы интересы, может, и представляют их интересы, может, даже очень соглашательские с работодателем, если есть конфликты по трудовым вопросам и вопросам увольнений, это одно, конечно. То, что у нас 21 отраслевой профсоюз, у каждого есть свой устав, и у них в уставе там записано, например, что у них там три месяца, шесть месяцев не будут они воевать за тех, которые вступили в последний момент в профсоюз при увольнении. Это, возможно, такая позиция, я поясню, почему. То есть, есть люди, которые работают в профсоюзе, то есть, работают на предприятии и являются членами профсоюза, но они, например, все время в этом профсоюзе работают. А кто-то говорит, а мне не надо этого профсоюза, а вдруг у него появилась опасность, может, он меня уводит. Он сразу прибегает и говорит профсоюзу, давайте я ступлю теперь, да, они говорят, извини, но теперь есть опасность, мы можем тебя принять, но ты хочешь использовать те средства, которые мы здесь накопили для защиты, мы тебе, конечно, консультации дадим, дадим, если надо, и адвоката, но, извини, ты должен тоже какая-то, скажем, свою лепту нести, и поэтому будет так, что консультации будет, но учитывая, что у тебя штажа нет, мы будем тебя, ну, как защищать уже как-то за твой счет, да, ну, примерно так, можно сказать. Это бывает у некоторых профсоюзов, других уже ступил, сразу получаешь, но это их устав, это, в принципе, регламент, который определит члены профсоюза, да, ну, что я могу сказать, и, конечно, консультации в Союзе Свободных профсоюзах в Латвии юристы дают не только членам профсоюза, но и тем, которые не члены профсоюза, и насчет безработных, тоже вопрос, это решается на уровне отрасли, какой устав у них, есть некоторые, которые имеют такое право, которые нет, а насчет вот этих трех, это, в принципе, гораздо легче тогда создать, скажем, организации профсоюза, если три человека есть, это по закону, а если отдельный, то очень трудно создавать, это не объяснение для коллеги, конечно, но понятно, почему некоторые желают, чтобы, ну, если ты так борешься, ну, должны быть тебе коллеги, которые тоже заориентированы, ты не одинокий, пакетчик. Спасибо, время у нас уже подошло к концу, председатель Латвийского Союза Свободных Профсоюзов Эгелс Балдзенс был у нас в студии, спасибо, что пришли.